В ожидании волшебства. В преддверии Нового года Ивановский театр кукол подготовил для своих зрителей подарок. Перед каждым спектаклем их встречает сказочный волшебник Дедушка Мороз в своей резиденции. Он с удовольствием выслушает новогоднюю песенку или стишок, подпишет книгу на память или сфотографируется с детьми. К дедушке всегда очередь из ребятня. Поощряет он только тех, кто весь год вел себя хорошо. Кто стишочек расскажет, кто себя ведет хорошо, маму, папу не обижает. А так, конечно, Дедушка добрый, всем дарит конфетки. Можно поведать Дедушке самые сокровенные свои желания. В Новый год они обязательно сбудутся, уверены в театре кукол. На этот раз на елку пришли ребята с ограниченными возможностями здоровья. Фонд содействия развития города Иваново подарил билеты на новогоднее представление. Ребятам показали премьерный спектакль «Спящая красавица». Режиссер спектакля, заслуженный артист России Борис Новиков. И он исполняет одну из главных ролей в этом спектакле. Поэтому волшебство в Новый год – это волшебная сказка. И, конечно, волшебная интермедия после елки. Сюжет старинной французской истории хорошо знаком. Обиженная волшебница, которую забыли пригласить на Кристины, произносит страшное пророчество над совсем еще крошечной принцессой. Вот так вот Буэрлайф начал. Что, чтобы никакого почтения? Принцессе суждено уколоться веретеном и уснуть на сто лет. Хорошо знакомый всем с детства сюжет «Как нельзя кстати» ложится на реале нашего текстильного края. Автор пьесы Игорь Жуков увидел в сказке социальный подтекст. А народ говорит, а как же, из чего шить, вот, а как же жить, вот. Говорят, я остался без работы, а я разорен. Я, кстати, когда писал эту пьесу, я не думал об этом, но на Ивановской почве вот так вот получилось, такой социальный вдруг. Сказка рассчитана на всю семью. Детям будет интересна и понятна авантюрная линия. А взрослым предлагают задуматься над вполне философским вопросом – жизнь – это сон или нет. Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново.